28 ноября в ДЮС США Бакситогорска состоялась районная спартакиада ветеранских организаций, посвященная столетию комсомола. В турнире приняли участие 12 команд, которые были разделены на две подгруппы – городские и сельские поселения. На торжественном открытии выступил хор ветеранов, а студенты специальности физическая культура колледжа бокситогорского филиала ЛГУ имени Пушкина провели для команд участниц спартакиады и всех болельщиков зарядку и танцевальный флешмоб. В программу соревнований традиционно вошли представления команд эстафеты, баскетбол, дартс и боулин. Борьба за призовые места была нелегкая, но победители все же определены. Первое место среди команд городских поселений занял русаловский отряд. Я хочу сказать, что у нас команды уже сформировались давно, в этот раз я не смогла, я была в санатории, все дело передали Маргарите Сергеевне, она их готовила и тренировала, вот так. Ну как тренер, я молодой, но я хочу сказать, ребята, конечно, тренировались очень упорно, очень хорошо и, конечно, закалка спортивная, она сказалась. И мы очень рады за то, что у нас две команды и призовые места заняли. Было трудно справиться с волнением, главное, волнение было, зашкаливало у многих, но мы их старались направить на истинное русло, говорить, что все прошло, давайте следующий этап и все будет хорошо. Только надо было справиться со своим волнением, потому что натренированы они были замечательно, на тренировках они показывали прекрасные результаты. И, конечно, я немножко расстроилась, когда они вот бросали не очень точно мяч, баскетбол и дартс, потому что на тренировках это было и выглядело все по-другому. А победителем среди сельских поселений стала радугащинская команда «Радуга». Команда, не меняющая свое название и не меняющая почти свой состав, уже становится чемпионом района среди сельских поселений. Радуга, подумаешь, такое захолустье, там самое большое поселение по площади, самое маленькое по населению, на какие там живут люди активные, спортивные, они успевают и спортом заниматься, они успевают и петь в фольклорном ансамбле. Вообще все понравилось, конечно, единственное, что нам трудно отдавалось, так как у нас кольца нет, тренироваться негде было, но мы наверстались здесь, мы приехали пораньше и свое дело сделали, набрали хорошее количество очков. Спасибо организаторам соревнований, мы очень рады, что мы можем тут присутствовать и администрации, что выделяет транспорт. Команда у нас очень дружная, целеустремленная, женщины все спортивные, мы надеемся на дальнейшие успехи. Участников команд призеров наградили грамотами, медалями и призами. Также командам вручены памятные подарки от депутата Государственной Думы Сергея Петрова.